Так, большое спасибо за приглашение. У нас еще, может быть, указочка есть, нет? Да и потом этот пульт. Все надо. Это два эпизода, которые отражаются, отказывают влияние на нашу клиническую практику. Это два биомаркера, которые относятся к нашему рутинному уходу за пациентом. Это оценка мутации и изменения под 12% пациентов. Изменение АЛК наблюдается от 3-5% случаев. И так идентификация молекулярных эпизодов, событий, которые имеют релевантное значение, важно. У нас совершенно определенно они отражаются на принятии решений, потому что сегодня, прежде чем мы начинаем терапию пациенту с метастазами, не мелкоклеточного рака, мы должны знать статус по мутации EGFR, и мы можем предлагать им оптимальные варианты, опции лечения. В частности, ингибиторы EGFR, киназы, например, другая группа пациентов с изменениями АЛК, то стандарт, первая линия терапии, первый ряд терапии, которая уже одобрена в Европе, представлена препаратами тоже. И достаточно важно определить, являются пациенты положительными по мутации EGFR или нет, или положительные по изменению АЛК, поскольку мы можем предлагать уже дифференцированный подход к стандартной химиотерапии, тем самым мы удлиняем выживание пациентов и избегаем побочных эффектов химиотерапии. И так как, что же исключительно важно помнить, это нам необходимо проводить скрининг среди всех пациентов с раком легких. Мы не можем использовать клинические прогностические факторы для того, чтобы решить, на каких пациентов послать на эти исследования, и какие пациенты можно исключить из скрининга. Поэтому классические характеристики и примерами представлены состоянием курения. Вообще в клинической практике имеется тенденция проведения скрининга у никогда не куривших пациентов. Ну вот это, будь то тестирование на EGFR или АЛК. И вот инцидентность заболеваемости при изменениях АЛК в соответствии с контактом с курением. Вот посмотрите, АЛК положительный. Примерно 35% у этих пациентов были когда-то курильщиками. Это исключительно важно помнить, потому что если мы исключим из скрининга всех тех, кто когда-то курил, мы потеряем вот такую вот достаточно большую долю этих пациентов. Поэтому мы предполагаем, что это важный вариант. Нужно проводить последовательный скрининг пациентов. То есть важно, мы не можем использовать клинические характеристики, включая анамнез по курению, в принятии решения, каких пациентов отправлять на исследование такого рода. Их не следует исключать. Вот также что еще очень важно. И важно помнить, что у этих пациентов у нас множественные агенты присутствуют. И вопрос в клинической практике возникает, как использовать последовательность этих. Например, изменение ЛК за счет использования последовательно имеющихся лекарственных препаратов, средняя выживаемость будет до 5 лет. То есть у нас очень важные воздействия мы оказываем на продолжительность выживания, жизни. Поэтому исключительно важно, чтобы не потерять никого из наших ЛК, позитивных пациентов. В нашей практике также есть еще одна важная концепция, которая появляется. Это возможность повторного тестирования пациентов на фоне лечения. Потому что мы знаем, во время лечения изменяются характеристики заболевания. И нам необходимо повторно оценивать биологию опухоли для того, чтобы решить, какую оптимальную терапию предложить. И этот случай был недавно опубликован в медицинском журнале «Новой Англии», который исключительно важен. Это важная концепция, которую можно почерпнуть из этого описания случая. Итак, пациент также с изменениями АОК, который получил исходное лечение. Через 18 месяцев в этом лечении наступило прогрессирование заболевания. Пациент прошел новую биопсию, но биопсия эта не использовалась для принятия решения о последовательном лечении. И пациент не ответил на суритимап и получил химиотерапию. Опять же, совершенно без каких-либо сдвигов положительно. Наконец, ингибитор кеназа был назначен и тот, как лоротимид, который эффективен в отношении всех вторичных мутаций. Поэтому очень патентный этот препарат, и он приводит к регрессу, обратному развитию опухоли. И теперь пациент опять прошел биопсию. Это новая биопсия вот здесь. Но не новая биопсия, что показал. Две вторичные мутации. Эти две вторичные мутации нейтрализовали друг друга. Поэтому пациент опять стал чувствительным к препарату. И с хорошим результатом была назначена старая терапия. Поэтому повторная биопсия позволила нам изучить биологию пациента и установить, какая лучшая терапия, лучший лекарственный препарат. И кроме того, дал нам возможность снова рассмотреть возможность препарата, который был, назначался в прошлом. Это очень важная стратегия, которую можно использовать пациенту для улучшения, для удлинения периода выживания пациентов. Я еще раз повторю, это важно, чтобы мы не теряли ни одного пациента. Я вам приведу очень практический пример из моего отделения. Так, женщина 48 лет никогда не курила все-таки в прошлом. И она получила в квалифицированном и итальянском профилактическом учреждении, лечилась стандартной терапией, химиотерапию получала. И ко времени прогрессирования в тот момент еще иммунотерапия не назначалась. Поэтому она получила вторую линию препаратов уже с новыми препаратами в рамках клинических исследований. Несмотря на это, наступило прогрессирование. В то время у нас не было вариантов никаких. Поэтому наши отношения в нашем центре подтвердить мутационный статус всех пациентов, которые к нам поступают. Особенно тех, которые были направлены из других ЛПУ. И мы, вот смотрите, к своему удивлению, вот мы использовали НГР. Мы выявили вот эти вот изменения АОК, и медленно было назначено лечение, соответствующее кризотенибам. И вы видите, какие вот, как эта пациентка ответила на лечение, на назначение препаратов. Очень быстрое улучшение симптомов наступило в течение нескольких недель. Совершенно другой пациент появился. Поэтому очень важно настаивать на обследовании. Особенно, если пациент направляется к таким центрам, и мы вообще не представляем себе, какое там качество оказания медицинской помощи. Нас это беспокоит. Нужно повторить эти тесты, даже биопсию опухоли. Но, тем не менее, у каждого пациента это нужно провести. Итак, что же, вот чем мы руководствуемся при тестировании? Важно, что, прежде всего, все пациенты, чтобы обязательно проводился скрининг на EGFR. По поводу гистологии нам необходимо, конечно, пациентов исследовать с неплоскоклеточными раками и с плоскоклеточными гистологиями, которые особенно никогда не курили. Вот, опять же, с плоскоклеточным, и это достаточно часто встречается. Или пациента с небольшими биоптатами. Ну, вот, опять же, плоскоклеточный рак поставлен, но на очень небольшом материале, биологическом объеме, нужно все это переделать. Еще один вопрос возникает. Когда нам необходимо эти тесты выполнять? Я тут присутствовал на другом заседании, и один из докладчиков сказал, что в Венгрии алгоритм, если вот тут отрицательный, тогда EGFR, потом другое, последовательно. Я не согласен с таким подходом, это рекомендовано руководством, что нам необходимо тестировать все биомаркеры, исследовать сразу, одномоментно и немедленно, потому что нам необходимо быстро получить ответ по пациенту. Мы не имеем права терять времени, терять времени своего пациента, мы не можем и ткани потерять. Когда мы немедленно проводим эти тесты, то у нас получается большой такой достаточный объем трансплантата при раке лёгких. Исключительно важно, чтобы все эти тесты немедленно назначались. Первый раз, когда мы видим пациента, нам сразу заказываем, назначаем, по крайней мере, EGFR и ЛК у всех наших пациентов. И нам необходимо оптимизировать пациенту в центре, чтобы получить результаты не позднее, чем через 10 рабочих дней. Это рекомендуется в руководство. Кроме того, я настоятельно рекомендую проверять все процедуры, которые последуют, все процедуры в вашей лаборатории. Это недостаточно, чтобы онколог знал положительный и отлицательный результат. Нам нужно проверять, какой метод лабораторно использовался, какой объем материала биологического исследовался, потому что на основании этой информации вы сможете понять, точно ли этот тест или нет, нужно ли повторять биопсию или нет. Не надо просто читать результат, интерпретацию, уделите время тому, чтобы понять, как получены были эти результаты. И, конечно, ваш патонатом, патолог должен вам сказать, какие патологические изменения выявлены. Это недостаточно, чтобы патолог написал, вот там что-то там, да, мутация или изменение ЛК. Он должен конкретизировать, какая конкретно мутация, и метод, который был использован, и процент. Это все вот эти сведения, которые исключительно важны для понимания того, точна ли наша диагностика. Это контроль качества имеет огромное значение. И так, в общении вывода сказанного, я повторяю, нам необходимо исследовать всех пациентов, нам нельзя терять пациентов, и у этих пациентов нам имеют, для этих больных у нас имеются важные терапевтические возможности. Но, тем не менее, мы можем предлагать это нашим пациентам. Есть новые данные, новые препараты появляются у нас в нашем обиходе. Спасибо. Спасибо.